Сегодня попробуем поговорить о некоторых способах иммиграции. Вот смотрю я в глаза этого парня, зовут его Андрей Бубеев, несколько дней тому назад он освободился из СИЗО Тверской области. Посадили его на два года за перепосты в соцсети. Интернет выдает информацию, что это Тверской блогер. У него жена, маленький ребенок, который, по словам жены, пострадал в результате ареста Андрея. Когда люди пришли обыскивать дом и его арестовывать, забыли закрыть люк в подвал и ребенок туда упал. Остался жив, но получил серьезную травму. Я, конечно, не знаю, что будет делать Андрей после своего освобождения, но если бы спросили меня, мой ответ был бы однозначным. Собирать чемодан, жену-ребенка, выбирать страну, просто ткнуть на пальцах в ту страну, какую он считает нужным, и сваливать оттуда. После такой отсидки бороться за лучшее будущее такой родины, которая тебя на два года закрыла за какие-то посты, я считаю очень глупым. Это все равно, что биться головой о стену. Строить будущее в стране, где с тобой так поступили, и кто его еще знает, чем обернется дальше, травма твоего ребенка, лично я бы не рискнул. А вот любая развитая западная европейская страна примет его и его семью без всякого промедления. Такими моментами необходимо пользоваться, потому что жизнь – это не вот сегодняшний момент, это еще многие-многие годы, работы, учебы, становления, развития. И если в твоей стране этих перспектив нет, нужно искать другие места. Вообще, последнее время в России политически активных людей становится все больше. Например, вот эти двое. Слева – это Владимир Ионов, достаточно пожилой человек, справа – это молодой и активный Ильдар Дадин. Что мы знаем об этих людях? В общем-то, можно точно сказать, что они не артисты эстрады, что они не знаменитые журналисты, не писатели, не спортсмены. Это какие-то обычные люди, которые замелькали в прессе в результате того, что они не согласны с политикой своего государства. Выходили всегда на одиночные пикеты, кстати, не нарушая Конституцию РФ, так как закон Российской Федерации предусматривает такую форму протеста, но так как Россия превращается в тоталитарное государство, естественно, их задерживали. Владимиру Ионову, как он считает, стали угрожать, и он эмигрировал в Украину. К сожалению, на мой взгляд, лишь в Украину, а мог бы поехать куда-нибудь подальше. Ильдара Дадина задерживали несколько раз, в результате посадили на несколько месяцев. Прошла волна в газетах, где все журналисты после того, как к ним обратилась его жена, стали его разыскивать. В сети появились фотографии, Ильдар Дадин в крови, и его сообщение о том, что его якобы в тюрьме пытали. Было ли это на самом деле или нет, мы сказать не можем, ничего не подтвердилось. Но шум прошел. Так вот, был бы я на месте Ильдара Дадина, ни медля, ни минуты, я бы уехал из этой страны. И любая страна предоставила бы ему политическое убежище. Вот еще фотография. Милая девушка стоит с плакатом. Кто она, понятия мы не имеем. Но три здоровых амбала окружили ее, и, скорее всего, заставляют убрать ее то, что она написала. Кто-то снимает эту сцену. Может быть, это журналист, который делает для своего репортажа. А может быть, это кто-то из друзей этой девушки. Ну, предположим, какая-то подруга, которая стоит в нескольких шагах. Что будет дальше, трудно сказать. Скорее всего, плакат порвут. А может быть, заставят убрать. А может быть, если бы девушка хотела эмигрировать, в лучшем случае для нее, ее бы задержали на несколько часов. И, конечно, если бы девушка была не глупая, ей нужно было настаивать, чтобы составили протокол и обязательно указали причину задержания. А потом, предположим себе, что она поехала куда-то отдыхать. В Литву, в Латвию, в любую другую страну. Потом хорошенько подумала, села на поезд и приехала во Францию, в Голландию, в Австрию. Туда, куда ей бы хотелось. Или, скажем, туда язык страны, страны, которую она изучала, ну, например, в школе. Дальше что происходит с этой девушкой? Она приходит в иммиграционную службу. По-немецки это называется Ausländerbehörde или Ausländeramt. В каждой стране есть свои иммиграционные службы. Они находятся не только в крупных городах. Например, я живу недалеко от небольшого городка. И в нашем городке иммиграционная служба есть. В соседнем городке 10 километров от нас есть еще одна иммиграционная служба. Иммиграционная служба в цивилизованных странах выглядит приблизительно так. Вот эта большая очередь это иммиграционная служба в Берлине. Понятное дело, люди по скудости ума стараются толкаться именно в столице, то есть там, где как можно больше наплыв людей. В результате часами простаивают в очереди, берут свои номера, а затем сутками высиживают и ждут персонального разговора. На мой взгляд, обращаться в иммиграционные службы нужно в маленькие провинциальные города. Там, где выглядит все приблизительно так, где за 2-3 дня не приходит ни один человек и летали бы мухи, если бы они там были. Во всех учреждениях подобного типа сидят люди, которые получают образование для того, чтобы решать проблемы такого толка. Этой милой девушке гипотетически, если бы она пришла в такое учреждение, я бы посоветовал сделать следующее. Добиться разговора, сказать о том, что речь идет о ее личной безопасности, а затем, конечно, если она неплохо владеет немецким или английским или, если дело происходит во Франции, значит, французским, рассказать, что она не хочет возвращаться в свою страну, потому что ей там угрожает опасность. Ее жизнь угрожает опасность за то, что она, как гражданка своей страны, хотела бы высказывать свою гражданскую позицию. А дальше она показывает фотографии такого типа или другого, которые они вместе со своей подругой наснимали достаточно. А может быть, у нее есть еще протокол ее задержания? У чиновника, который будет с ней разговаривать, не остается ни малейших причин отказать ей. Даже если, предположим, что чиновник не хочет выполнять свои обязанности и у него есть установка выгонять всех на сегодня, есть соседний город еще один, еще один. И рано или поздно она нарвется на того человека или на группу людей, которые будут действовать по закону и предоставят ей политическое убежище. Люди, которые ищут убежище в другой стране, называются азюлянты. Тип убежища может быть не обязательно политический, он может быть на базе религиозного преследования или половой ориентации. Азюль – это слово исходит из латинского азюлиум и обозначает надежный, укрытый, защищенный. Вот что стоит в официальных документах. Убежище – это место для человека, который находится в опасности и ищет безопасное место во избежании преследования. Право на убежище имеют люди, которые борются за свою жизнь, свободу в собственной стране. Не потому, что они преступники и не потому, что сделали что-то не так. Естественно, подавать прошение на убежище он может только находясь на территории этой страны. Правом на убежище мы обязаны древним евреям, как в общем и почти всем законам, которые мы имеем. Еще в Древней Иудее было принято, что если человек спасался от кровной мести, то он просил убежище в другом городе и жители или глава этого города, обязанные по иудейскому закону, были предоставить ему это убежище и первую необходимую помощь, дабы прекратить маховик агрессии, чтобы кровная месть не продолжалась из поколения в поколение. В иммиграционной службе можно поставить антрак на Аухенхальсерляубнес, то есть вид на жительство. Там же можно поставить антракт на Нидерляссерляубнес, то есть разрешение на поселение. Можно поставить антракт на Сельпштендige Эрвептедикайт, это когда человек предприниматель и хотел бы открыть дело в другой стране. Можно поставить антракт на Интеграционскурс, то есть на курс, который включает в себя, например, языковой курс. В некоторых местах и в некоторых городах интеграционскурсы даются бесплатно. В некоторых за эти курсы необходимо платить деньги, в зависимости от ситуации. Ausländerbehörde или Ausländeramt по-французски будет звучать как Bureau de l'emigration. Я набрал любой город, который мне пришел в голову, например, Dijon, и что выдает Интернет? Пожалуйста, адрес, время работы, телефон, и я думаю, что если бы я набрал любой другой город, вышла бы подобная информация. Как эти службы называются по-английски я не знаю, я думаю, что это должно называться либо Office Immigration, либо что-то в этом роде. Согласно докладу Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Россия занимает третье место в мире после Ирака и Сомали по числу подданных ее гражданами просьб о предоставлении политического убежища за рубежом. В 2008 году около 20 тысяч россиян обратились с просьбами о предоставлении политического убежища. Это на 9% больше показателя 2007 года. Чаще всего граждане России ищут убежище в Польше 6647 человек во Франции 3579 человек в Австрии в Бельгии Норвегии Швеции. В этом списке для ищущих убежища граждан России стали куда менее привлекательными бывшие безусловные лидеры это Германия и США. С чем это связано трудно сказать возможно с более тонкой чиновничьей процедурой либо по каким-либо другим соображениям. Но то что люди больше ищут убежище в Польше или во Франции или в Австрии лично я приветствую и понимаю. Российским гражданам я бы посоветовал прежде всего пытаться именно в таких странах как Польша или Чехия хотя бы потому что язык этих стран изучить довольно легко а страны являются сейчас быстро развивающимися. Уровень благосостояния и жизни граждан там беспрерывно растет. Политическое убежище выдается на неопределенный срок. Через год пребывания в стране можно поставить антракт на постоянное место жительства. Это еще не говорит о том что человек станет гражданином этой страны ему необходимо прожить 5 по американским законам и 8 по немецким законам других я не знаю лет для того чтобы подать прошение о получении гражданства. На все это время человек который попросил политическое убежище он не имеет права выезжать в ту страну откуда он бежал. Это было бы конечно нелогично. Если человек ищет укрытие и спасается от преследования вдруг неожиданно через год или два едет в гости к маме к бабушке или к дедушке. В этом случае человек лишается этого статуса. Поэтому часто люди которые несерьезно настроены на иммиграцию стараются не прибегать к этой форме своего нахождения в стране. Ну а теперь давайте посмотрим кого же преследуют в России. Слава богу Россия слава богу для иммигрантов Россия та страна которая все время кого-то преследует. Не так давно в газетах промелькнуло сообщение что солист известной российской группы Федор Чистяков эмигрировал в США. Он был в США и попросил там убежище потому что он оказывается свидетель Иеговы. То что он являлся свидетелем Иеговы возможно знали его близкие или друзья но вот для всех остальных это стало откровением и нужно собственно говоря задать вопрос а действительно ли он является свидетелем Иеговы. Дело правда в том что никто подобным вопросом задаваться по крайней мере в Соединенных Штатах не будет. Я думаю что для чиновника который сидит в одной из иммиграционных служб Атланты или Огайо Массачусетса или Луизианы абсолютно все равно перед ним Федор Чистяков или какой-нибудь Митя Грязнов и тот и другой заявляет что свидетели Иеговы и боятся за свою жизнь в России Например если бы я хотел иммигрировать в США по этой причине то мне бы это не удалось потому что все знают что в Германии не преследуется ни одна религия будь то хоть последователем мандуизма бахаи или еще каким-нибудь реолитам да хоть сатанистам всем абсолютно все равно что ты там исповедуешь а вот в России преследуют по религиозному признаку и это для потенциальных иммигрантов очень хороший знак я бы сказал вопрос о религии это очень интимный вопрос это касается именно человеческого убеждения то есть его формы мировоззрения во что он верит это его личное дело и доказать что это не так фактически невозможно поэтому в каком-нибудь городе Атланте Федору Чистякову как и его приятелю Мите Грязнову поверят на слово я думаю в лучшем случае дадут адрес ближайшего зала царств где заседают свидетели Иеговы для того чтобы эти ребята помогли этому человеку потом устроиться кстати религиозные представления меняются человек может во что-то верить а потом через какой-то момент может перестать в это верить потому что у него появились другие взгляды на этот мир что нам еще выдает новостная лента в России преследует по половой ориентации также во всем мире прошла целая серия статей по поводу того что геев в Чечне сажают в тюрьмы избивают и даже убивают так вот на мой взгляд это повод для всего мужского населения Чечни просто свалить в любую страну это была шутка если что но на самом деле в каждой шутке есть доля шутки по большому счету если человек гей то у него не деформируются кости и как-то по-особенному не вытягивается череп у него не появляется татуировка на лбу то есть я хочу сказать что по внешним признакам абсолютно невозможно установить является ли человек геем но если человек приезжает в какую-то страну и говорит вы знаете я живу вот в этом и вот в этом регионе у меня нетрадиционная ориентация я боюсь за свою жизнь мне будет очень интересно как чиновник в этом месте будет разбираться является ли человек гомосексуалом и в конце есть такое страшное слово депортация которого все боятся но если внимательно к нему присмотреться и посчитать статистику то выходит что депортирует очень мало народу и именно тех кто уже нарушил закон этой страны является опасностью для граждан более того если человек живет на временном виде нажительства или в состоянии озюль даже если он совершил какую-то ошибку и попал в тюрьму это все еще не повод для того чтобы его депортировать депортируют на самом деле очень опасных людей выглядит это приблизительно так их привозят на автобусе и под полицейским присмотром засаживают самолет и отправляют на родину сбежать в таких случаях обычно не удается если конечно человек заранее зная что ему угрожает депортация не сменит место жительства поэтому люди которые живут нелегально в стране как правило если они не полные идиоты то ведут нормальный очень скромный образ жизни проживают очень много лет выучивают язык находят возможности для себя внутри страны а затем подают как и все прошения на временный вид нажительства на поселения и прочие формы я хочу сказать что отчаянным и смелым людям никакие границы не помеха они находят варианты и те кто очень упорны как правило добиваются этого сам факт того что Россия является третьей страной в мире после Сомали и Ирака по числу обратившихся за политическим убежищем говорит само за себя я думаю что очень многие люди взвесив все свои планы поняли что это одна из самых протоптанных дорог в этом направлении неожиданных неожиданных Продолжение следует...